Давайте, значит, смотреть, как это все происходит, как борзда формируется. Потому что наша лимбическая система вырабатывает определенные нейромедиаторы, вот те самые вещи, которые начинают влиять на вот эти вот нервные клетки и борзды, которые формируются вот в лимбической системе, вообще в головном мозге. Нейромедиаторов много. Мы давайте с вами возьмем, знаете, мы решили не загромождать так вот лишними терминами, но мы поняли, что нельзя обойтись без хотя бы нескольких, чтобы вы поняли, как это работает. Если вы этим заинтересуетесь, конечно, вы можете как-то читать литературу, но мы вот сейчас объясним просто несколько нейромедиаторов. Вот первый нейромедиатор, о котором мы хотим рассказать, он называется серотонин. Кстати, знаете, интересно, что после всех курсов, когда мы проводим вот такие курсы, потом люди начинают активно пользоваться этими терминами. Что такое серотонин? За что он отвечает? Вообще серотонин отвечает за нашу эмоциональную стабильность. Прямо напишите, за что он отвечает. Здесь на слайде этого нет. Он отвечает за эмоциональную стабильность, за самообладание, за режим сна. Еще раз, серотонин – это эмоциональная стабильность, самообладание, режим сна. Это как светофор, знаете, красный сигнал «стоп», все, вот сейчас тебе вот этого хватит, остановись. То есть, когда мы устали вечером и захотели спать, это не мы захотели спать, это мозг выработал серотонин. Подается команда, что организм устал, ему нужен отдых. Лимбическая система вырабатывает серотонин, потому что она знает… И он начинает тормозить определенные там участки для того, чтобы мы могли расслабиться. И могли уснуть. Но если у нас, например, завтра важный экзамен, что мы сделаем для того, чтобы серотонин уничтожить? Кофе попьем. Начинаем пить кофе. И это называется вот то самое вторжение или насилование нашего мозга. И что приводит? Со временем, чем больше мы искусственно воздействуем на этот медиатор, подавляя его, возникает его дефицит. И дефицит серотонина со временем нас приводит к чему? Кофе-мазин. Во-первых, зависимости. Во-вторых, эмоциональная нестабильность. Мы вдруг начинаем понять, почему у нас вдруг все начинает раздражать. Мы начинаем, тревога у нас появляется, гнев. Раздражительность. Уснуть вдруг не можем. Раздражительность. Возникают такие вещи? Возникают. Почему? А потому что в мозгу возник дефицит серотонина. И порой этот дефицит восстанавливается. А лимитическая система помнит, даже если это было давно, но тем не менее, мы начинали подавлять искусственно это выработкой серотонина. И он говорит, а зачем мне работать над этим, если все равно его искусственно подавят? И он вообще его перестает вырабатывать. В маленьких количествах, конечно, вырабатывает. Ну, конечно, так говорит, беремическая система говорит, но в принципе, да, вот там некие такие рассуждения начинаются. И мы приходим к тому, что дефицит серотонина, мы можем его восстановить. Но опять, через полтора-два года. Если уже действительно человек впадает в зависимость от той же самого кофеина, это серьезная зависимость. То есть это сигнал стоп, как на светофоре? Это очень хороший вот этот нейромедиатор. Он замечательный. Нужный. Нужный очень нейромедиатор. Но если мы его будем подавлять, ну, возникнет дефицит. С этим понятно, да? Идем дальше. Следующий нейромедиатор, который очень нужен всем нам. Вот он, мне уже такой подлиннее его название. Норэпинэфин. Норэпинэфрин. 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 За что этот медиатор отвечает? Он отвечает за нашу энергичность. Вот такие вот, знаете, побуждение к действию. Давай, делай. Реакция готовности, собранности. Классный нейромедиатор, скажите. Классный нейромедиатор, да? Давай, вперед. Что-то экстремальное надо предпринять. Почувствовать вот это. Куда ты выплеснешь энергию свою? Действуй. Замечательный нейромедиатор. Вот за это отвечает норэпинэфрин. И мозг наш, понимаете, он же наш мозг знает, сколько нам надо сиртанинчику, сколько нам нужно норэпинэфринчику. Но мы-то порой себя ведем так, как будто лучше знаем. Понимаете? И вот интересно, что если вдруг в организме не хватает вот этого норэпинэфрина, то дефицит норэпинэфрина приводит к недостатку энергии, к пассивности, к депрессии. И сейчас я, может быть, Даша, сейчас отвечу на этот вопрос. Потому что обычно он здесь задается, этот вопрос. Вот не за этот вопрос или нет. Обычно все время здесь говорят. То есть, в принципе, скажем, если человек в депрессии, значит, это совсем не обязательно, что он недуховный, неполноценный какой-то. Мы говорим, понимаете, вполне возможно, что у него просто мозг болен. Болен мозг чем? Что у него недостаток норэпинэфрина. И поэтому прежде, чем начинать обвинять человека в недуховности, давай действуй, не может он таким вот радостным быть, как ты. У него норэпинэфрина не хватает. И тут действительно ему надо помочь его восстановить через отношения. Вот то, о чем мы говорили. И не надо с него требовать в ближайшее время, чтобы он таким же радостным, как и вы. Да, это можно сделать искусственно. Но от этого лучше не будет. Искусственное вторжение – это насилие над мозгом. Александр. Отчего возникает этот дефицит периода? Сейчас скажем. И как можно его восстановить? Скажем. Это рождение. То есть тема интересная. Да, давайте забегайте вперед. Конечно, мы это все скажем. Конечно. Избыток этого вещества приводит к тому, что люди прыгают с небоскреба, с парашютом. То есть это такой вот выработка. Экстремал. Экстремальных видов спорта. Человек начинает этим заниматься, чтобы как-то почувствовать вот этот норэпинэфрина. Но мы говорим с вами про дефицит пока. Да, вот если дефицит, то это придет. Следующие нейромедиаторы, которые вырабатываются у нас в мозгу, которые нам очень необходимы, это эндорфин и дофамин. Почему мы их поместили вместе? Они немножко, ну, одни и те же практически вызывают состояние. Вот давайте сначала напишите, за что отвечает эндорфин. Напишите, за что... Эндорфин, это внутренний морфий. Эндом, внутренний морфин, эндоморфин получился. То есть эндорфин отвечает за адекватность. Вот если у человека нормальное состояние эндорфина, он чувствует себя адекватным. Нормально все. Уверенность. Удовлетворен во всем. Полноценным. У него чувство благополучия, все идет правильно, все идет хорошо. То есть еще раз, значит, да, потому что вот это очень важно. Вот эти вот моменты по сиротонину, норэпиниферину, эндорфину, это очень важно. Это то, о чем мы теперь все время дальше будем постоянно об этом говорить. Значит, адекватность, удовлетворенность, полноценность, чувство благополучия. Это наш с вами эндорфин. А вот дофамин, там положительные чувства, радость, удовлетворение. Это дофамин. Вот мы тоже очень часто испытываем вот эти вот нейромедиаторы. Когда, например, что-то сделаем и говорим, yes, я это смог. Вот видите, вот тогда мозг выработал этого эндорфинчика и дофаминчика. Да, я прибежал. Класс. У меня вышло это. Я смог. И если человек не испытывает радость. У тебя таких людей, которые, ну, не испытывают радость, он вам жалуется, он говорит, вот не испытываю. Конечно, можешь сказать, ты молишься плохо, попастись и все пройдет. Ты покаялся плохо. Но, понимаете, если человек очень долгое время был в зависимости, у него мозг дефицит. Не вырабатывает вот эти вот эндомарфины. Он хочет, но он не может уже радоваться. Нужно полтора-два года, чтобы он начал радоваться закату, восходу, хорошей классической музыки. Не получится по щелчку это. Мозг к этому не приспособлен. Понимаете? И у него безрадостное восприятие мира. Вот дефицит дофамина. К чему приходит эндорфина? Не способность получать удовольствие. Такой дискомфорт психологический. Понятно, да? Вот и все. У него мозг болен, а мы от него требуем. Да ладно, плевать, что болит. Радуйся. Если ты в боге, ты должен радоваться. Радуйся. Еще раз во всем говорю, радуйтесь. А как? Записано же так. А он, простите, у него мозг болен, у него эндорфина, дофамина не хватает. Времени прошло полтора-два года, во-первых. Во-вторых, работы с ним не было такой проведено, чтобы его научили радоваться. Сейчас, понимаете, все, у него мозг не в состоянии это делать, а мы его это требуем. А мы его подвергаем экзальтации какой-то. Выдергиваем стих из священного писания и начинаем его бить по голове. А там о чем идет речь вообще? Даже не задумываемся. Мы порой говорим, нужно, чтобы музыка была погромче, тогда жжжжжжжжжжжж. И опять идет искусственное влияние на мозг. А потом говорят, что ты какую музыку слушаешь громкую, да? Искусственно себя влияешь. А потому что тут искусственно послушал эту громкую музыку, где эндорфинчики, скажем, в церкви громко-громко, да? Мне говорят, что это плохо или хорошо. Но говорить о том, что человек, понимаете, он, получается, зависим от громкости. Понимаете, какая штука может воздействовать? Вот эта лимбическая система у него говорит, помнишь, тебе было плохо, безрадостное восприятие мир, а тут пришел бум-бум-бум. Бум-бум-бум, больше было хорошо. Послушай, вот эти связи сформировались новые, все, и он теперь думает, ага, как получить удовольствие? Бум-бум-бум послушайте. Опять, мы не против рока, мы не против металла, понимаете? Тут музыка, то есть музыка, она может быть хорошей в любом стиле. Или там диск, или гранд, димнов. Но тут надо посмотреть, если человек выработал в лимбической системе эти связи... От чего он получает удовольствие? Понимаете, нам нужно, наоборот, постарать его вывести из этого состояния, показать, что, значит, есть еще другая музыка, еще Шопен, есть Бетховен, есть Бах. Кстати, который тоже может быть громким. Может быть громким, но он не в состоянии там получить удовольствие, потому что он в другой плоскости, понимаете? Полтора-два года нужно, чтобы он мог и от этого тоже получать радость. Понимаете, какая штука происходит? Вот вы говорите, полтора-два года, а что, почему именно полтора-два года, это как? А это вот... Организм меняется. Как раз идет восстановление вот этих новых связей, формирование. Это процесс организма. Перестройка. Да, перестройка. Да, да, да. Все понятно, спасибо. Ну, каждому, наверное, на разу. Ну, это уже, да, вот те люди, которые с этим работают, они вот вывели эти цифры. Научный метод, да. Просто я слышал, что 7 лет организм меняется полностью, там клетки все меняются. Ну, мозг полтора-два года. А мозг полтора-два года. То есть формирование новых вот этих вот синаптических связей между нейромедиаторами нужных, положительных происходит в течение двух лет. Не раньше, чем два года. Конечно, больше, да. Может быть, и 7 кому. Ну, если, конечно, были срывы, то, понятно, это может растянуться на 20 лет. Вот, а вот если как бы все идет так вот логично, то не логично. Все понятно, спасибо. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com Вот, ну, теперь смотрите. То есть здесь, что важно понять? Что человек рожден для любви. И ему свойственно стремление к радости и к счастью. Понимаете, вот это нам нужно понимать. Что прежде чем осуждать кого-то, что он слушает бум-бум музыку, что его постоянно тянет выпить, что постоянно человек борется с тем, что там его в порно тянет. Понимаете, вот в лимбической системе это сформировано. Вот только так он получает радость. А он иначе не умеет. Понимаете? А людям-то свойственно стремиться к радости. И может быть нам прежде чем начинать осуждать, как-то вот подумать о том, что нам надо научить человека по-другому получать радость. Вот смотрите, например, если мы... Вообще радость мы получаем, когда вознаграждаемся за какую-то работу. Ну, например, можно... Устроены хорошие, классные отношения в семье. Это радость? Да. Но ведь согласитесь, что в начале была эйфория влюбленности и эмоциональности. Это эйфория. И без работы. И без работы. Практически люди не работали над отношениями, но получали эйфорию. Эйфория через три года уходит. То есть чувства ушли. А радость-то хочется получать, а работать не умеют, не привыкли, не сложились нужные связи. И тогда что? Как правило, бывает на каких-то кризис трех лет, когда эмоции ушли, а работать они не знают, как над радостью? А получать хочется. И вот тут начинается алкоголь, порно, или депрессия, или гнев, понимаете? Все что угодно. Потому что хочется вот этих нейрохимических реакций, мы же отлично зависимы. Возникает вот это вот разрушающее поведение человека. И вот подумайте, вот даже муравью хватает мозгов не поступать так, не разрушать самого себя. Вот так нашлашная истинка. Человек – это единственное живое существо на Земле, которое применяет к самому себе разрушающее поведение. Вот знаете, человек создан по образу Божьему для того, чтобы меняться в сторону прогресса и самосовершенствования. Понимаете? И мы порой используем вот этот наш дар свыше для того, чтобы наоборот делать какие-то саморазрушительные вещи. Почему? А потому что намного проще… Потому что вознаграждение без усилий разрушает мозг. Приводит к зависимости. А вознаграждение без усилий что это? В порно залезь – вау! Никаких усилий не претенял. А тут с женой достроить отношения, да щученьки-пусеньки, чтобы ей было хорошо. И чтобы секс был хороший, нужно с утра посуду помыть. Понимаете? А тут залез порно минуты и все. Понимаете? Вот, и человек, вот мозг начинает разрушаться, потому что это возникли нейромедиаторы без усилий. И мозг их запоминает, как это происходит. И в следующий раз он говорит, зачем трудиться-то? Это же труд, это же боль для человека. Он говорит, плохо тебе, радости хочешь получать. А помнишь, какая была радость? Ты вышел в сайт, и тут же щелк. А ты скажи же мне, просто почту посмотришь. И все. И человек сам не заметил. Он вроде залез посмотреть почту, а оказался на порно-сайте. Он даже сам порой. Подсознательно у него это происходит. Понимаете, у него лимбическая система его провела. Потому что лимбическая система может отключать вот этот наш кнеокортекс. А потом кортекс включается уже. О, что же я надел, дурак? А все, а у тебя уже лимбическая система провела. Понимаете, какая штука возникает? Вот. И жена застукала. И вот когда застукла, включается сознание. Поэтому вместо того, что ее поблагодаришь, она застукала, что сознание включила. А понимаете, аллергически... Она врагом становится. Врагом становится, да. Вот. Вот. И смотрите, какая вещь здесь идет. Вот. Вот теперь основные причины. Вот как раз вопрос, который задал Александр. Снижение количества нейромедиаторов. Почему такое происходит у человека? Возможно, вообще. Вообще, знаете, во-первых, нельзя говорить, вот, знаете, вообще люди, где есть, оптимисты, пессимисты, да? Как тут мы поделили их, оптимисты, пессимисты. Но теперь вы, зная вот эту всю работу головного мозга, можете сказать, оптимисты, это те люди, у которых... Все в порядке с нейромедиатором. У них достаточное количество дофамина, эндорфина, норопиннефрина. И когда нужно, подключается сертоничек. Понимаете? А вот если у людей что-то нарушено, недостаточное количество дофамина, эндорфина, норопиннефрина, там сплошной сертонин. Он пессимист. Он пессимист. Ну, понимаете, он так, что пессимист. А может быть, подумать, у человека проблемы. Вот, например, знаете, как сказать? Фу, кашляет. Ну и что, что? Болеет туберкулезом. Мог бы и воздержаться, не кашляет, какой некультурный. Ну да, человек может сдерживать кашель минуту, две, три, час. А потом что происходит с таким туберкулезником? Там взрыв будет, ему плохо. Ну да, кислорода недостаточно. Ну, конечно. То же самое здесь. Будь оптимистом, ты к Богу пришел. Да простите меня, у него болезнь. Вы сначала помогите ему с болезнью справиться. Вы сначала восстановите вот этот уровень. Вот что хотела сказать Надежда. То, что мы, в общем-то, да, происходит серьезная вещь. Мы не можем контролировать человек зависимости. Не может контролировать свое поведение. Но он может контролировать свой процесс выздоровления. Вот это запишите, это прямо... Он не отвечает за то, что происходит у него в голове, но он отвечает за свой процесс выздоровления. Человек не отвечает за болезнь, но он отвечает за процесс выздоровления. Чтобы выздороветь. За то, чтобы стать здоровым. Потому что здесь можно, знаете, как есть другая. Многие говорят, ну я больной, что это пересделать-то? Я ничего не могу. Слышали такие вещи? Вот важно не ловиться на эту удочку тоже. Да, ты болеешь, но ты отвечаешь за то, чтобы выздороветь. Это от тебя зависит. Да, то есть мы не отвечаем за болезнь, но отвечаем за больницу. Да, болезнь возникла, теперь уже всё. То же самое туберкулезник. Он не отвечает за кашель, но отвечает за то, чтобы следовать советам врача. Не курить, гулять, одеваться, соблюдать диету. Не употреблять и так далее. Вот за это он отвечает. И тогда действительно его процесс выздоровления пойдёт в нужную сторону. Вот за это мы отвечаем. То есть как бы вот эти вещи нужно понимать. Итак, значит, основные причины снижения количества нейромедиаторов. Не то, что там человек не духовный. А здесь могут быть совершенно такие реальные причины. Посмотрите. Во-первых, стрессовые ситуации. В стрессе всегда происходит дисбаланс вот этих нейромедиаторов. То есть стрессовые ситуации мы с вами разбирали. Особенно если они происходят от нуля до пяти лет. Естественно, и в зрелом возрасте. Если человек попадает в стрессовую ситуацию, там тоже это происходит. Но там, по крайней мере, он осознанно может понимать, почему он терпеть не может людей в форме. А потому что когда-то, может быть, эти люди в форме напугали его, например. Будешь баловаться, милиционер заберет. Отдам. Отдам. Отдам тебе милиционер. Или отдам тебе дедушке с мешком. А потом человек не понимает, откуда вот какой-то непонятный страх перед людей. Дед Морозу. Всего Дед Мороз боится. Например. Понимаете, действительно много таких вот вещей. Где-то вот записано. И еще несколько раз в одном и том же направлении записала. Все олимбическая система записала это. Или такой стресс, когда, например, ребенок живет, и ему говорят, я тебя люблю, но у меня нет времени на тебя. То есть это некая ситуация двойной морали. Это тоже стрессовая ситуация. Понимаете? Дальше что еще может снижать уровень медиаторов? Гипоксия плода. А сейчас действительно очень достаточно частая такая вещь. Особенно если мама курит. Гипоксия плода практически обеспечена. То есть недостаток тистороза. Инфекция головного... Инфекция, инфекционные заболевания. Особенно вот если это инфекционные заболевания именно в... В области нейрохимии, да? Ну и последнее. Различные травмы головного мозга. Ну те же самые удары нича головой. Это микротравмы. Мы уж не говорим о каких-то падениях в детстве. Хотя... Вообще вот этот вопрос, когда в России задают, приходишь с ребенком в больницу, они говорят, ваш ребенок никогда в детстве не падал? Вообще полнейшая глупость. Как это, ребенок и не падал в детстве? Все дети падают. И давайте с вами сейчас посмотрим на все эти причины. Есть тут человек, у которого ни одна из этих причин ни разу в жизни не действовала. Не возникало? Нет. Нет таких. То есть, по большому счету, если так подумать, мы все в ситуации риска. Понимаете? И по большому счету, получается, у нас у всех снижен уровень неремедиаторов. То есть, человек, у которого все в балансе, в максимальном балансе, просто не существует в природе. И поэтому говорить о том, что, вы знаете, это моя заслуга, что я не алкоголик, моя заслуга, что я не порнозависимый, это ложь. Потому что надо вот подумать, и вот как раз о чем мы с Андреем говорили, и вспомнить, кто в нашей жизни был, что помог нам, научил нас получать радость от обычных вещей. Вот, мир, я могу сказать даже про себя, да, вот я росла в трессовой ситуации. Не инфекционные заболевания в моей жизни были, но падать, естественно, я падала, как все дети. То есть, практически, папа у меня алкоголик был, когда вот я родилась. То есть, практически, генетическая предположенность есть, стрессовая ситуация есть. Ну, понимаете, то есть, по большому счету, да, вот оно, пожалуйста, все, для того, чтобы зависимость возникла в моей жизни. Ну, знаете, мне очень благодарна, в первую очередь, своему папе, да, он был алкоголик. Но все мое детство прошло, я была любимой дочкой. Я была дочкой, которая была всегда с папой. Я помню, что свое детство у него на шее, у него на руках. Мы ходили с ним на Волгу, он со мной гулял. Он меня специально утром будил, чтобы показать мне потрясающий восход. Ночью мы с ним выходили, он мне показывал звезды, он мне рассказывал про потрясающие миры, которые окружают. Понимаете, вот этот восторг любви к миру я получила от папы. Я ему очень благодарна за это. Благодаря тому, что он меня научил радоваться простым вещам, мама меня научила слушать классическую музыку. Мама меня научила вот это вот прекрасное, вы понимаете, вот видеть в шедеврах художников, знаете, какую-то вот красоту вообще всего человечества. И поэтому в ситуации стресса лимбическая система говорит, да, сейчас тебе больно, сейчас ты переживаешь тяжелое время. Но можно независимостью решить, не наркотиками, а есть другие варианты получения удовольствия. Да, я знаю, ты посмотри, как красивый мир, понимаете, когда мне плохо. Вот я посмотрела на звезды, я послушала музыку, и я чувствую, что все, нейромедиатор восстанавливается. Я сейчас так говорю. Эндорфинчик получила. Да, что такое стресс-весчутаты? Нет, не хватает. Ну, я теперь знаю, как восстанавливать свой вот этот баланс. Открываем писание, читаем. Что это? Это вот как раз умение получать радость от общения с Богом. Что это? Это то же самое идет воздействие на головной мозг в позитивной направленности, понимаете? Это меня научила уже женщина, которая была моей духовной наставницей. Да, есть люди, которые меня научили не стать алкоголиком. Говорят, что это моя заслуга. Это отношения, которые действительно в жизни выстраивались с какими-то людьми. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok